Пусть ставит на месте. Павел, я не слышу, микрофон выключи. Да. Павел. Человек в пресле сидит, странно. Павел. Господи, благослови наше занятие. Не допусти уклонения от истины. Сохрани нас в любви и согласии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, тут мне поступило небольшое замечание, вернее пожелание прочитать сначала несколько стихов, а потом толкование, а то общая картина теряется. Время многое это не займет, буквально 2 минуты. Наберитесь терпения, сейчас я 9 главу начну, 1 стиха. 1 послание Коринфянам. Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего, не мое ли дело вы в Господе? Второй стих. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Третий стих. Вот мое защищение против осуждающих меня. Четвертый. Или мы не имеем власти есть и пить. Пятый. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы. И братья Господни и Кифа. Шестой. Или один я и варнавы не имеем власти не работы. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Девятый, восьмой. По человеческому ли только рассуждению это говорю? Не то же говорит и закон. Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта у вала молотящего, а валах ли печется Бог? Десятый. Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Итак, переходим к толкованию. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 2 стих. Еще раз его зачитаю. Вернемся назад. Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы, о Господе. Павел Неминующий, микрофон выключите, пожалуйста. Вы мешаете, что мы от вас идем. Толкование. Не говорю, что я учитель всей вселенной. Но вам, разве я не учитель? Почему же я не брал ничего от вас, который взял, имел, взять, имел особое право? Через такую уступку еще более подтверждает речь свою. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. То есть доказательство. Если кто пожелает убедиться, точно ли я апостол, я укажу на вас. Вы составляете печать и подтверждение моего апостольства. Ибо я совершил между вами все, что должен сделать апостол. Вопросы? Итак, 1 Коринфянам 9 глава 3 стих. Вот мое защищение против осуждающих меня. Толкование. Желающим знать то, откуда видно, что я апостол, я предложу свою защиту вас. Ибо доказав, что вы всему научены мной, я поражу осуждающих меня. И вот эти слова блаженного Гуселакта Игнает Тихоновича подчеркивает и выделяет. Вы всему научены мной. И дает небольшой комментарий. На суде Божьем спасенные через евангельскую проповедь будут живыми свидетелями того, кому за них приближит похвала, за их спасение. И тот, через которого они обратились ко Христу, может смело сказать «Вы всему научены мной». Вопросы? Пока вроде все понятно. Далее. 1-й конец, 9-й глава, 4-й стих. Или мы не имеем власти есть и пить толкование. То есть, взяв нужное с учеником. Но мы не пользуемся этой властью, хотя мы и имеем ее. Понятно, о чем речь? То есть, власть за апостольство, за учительство брать плату. Такая власть дана Богом. Мы выше об этом читали, вернее, ниже прочитаем. А валах ли печет сапог. Ну и дальше еще другая власть есть в 5-м стихе. Или, итак, 1-й конец, 9-й глава, 5-й стих. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Толкование. За апостолами следовали богатые женщины, которые доставляли им необходимое и всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались только проповедью. Опять эти слова Игнает Тихонович подчеркивает и выделяет жирным и большим шрифтом. На них будет комментарий дальше. Итак, продолжаем. Толкование блаженного хилакта. Примечай, что Верховного он поставил после, как важнейшего, выражая такую мысль. Что мне говорить о прочем? Сам Петр так делает. Братьями же Господними называют Иакова, епископа Иерусалимского, Иосию, Симона и Иуду. Моцфея 13, 55. Которые назывались братьями Господа, потому что Иосиф обручен был с Богородицей. Итак, комментарий на слова, чтобы они занимались только проповедью. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Сегодня ни один архиерей, ни один священник не может сказать, что они занимаются только проповедью. Даже при всем желании, под страшными угрозами, исходящими от слова Божия, не заниматься ничем иным, выполнить эти слова никому не удастся. Его сразу же объявят еретиком. Если человек надел рясу, ризу, то он должен проворачивать непрерывно крещение мертвецов, отпевание мертвецов, венчание мертвецов. Духовный, имеется в виду. Хотя отпевание там интересное. Есть некоторые, имеющие страх Божий, и они хвалятся, что у них служба не сокращается, они вычитывают все, что у них старинные уконы, что у них дальше троеточие. Но кто скажет, что у них только проповедь, и они занимаются только проповедью? Кто скажет из присутствующих? Знаете таких архиевев и священников? А апостолы к этому призывали, и жены им в этом богатые помогали. Оградите их от всего ненужного, от забор житейских. Чтобы проповедь непрестально звучала, и новые души обращались. А сегодня, как правильно, меня какие-то не заметил, страшная дьявольская подмена, подмена проповеди вот этими длинными, непонятными богослужениями и непонятными вот этими требования крещения, отпевания, величания. Вопросы? Игнатий Тихонович, еще есть что-то сказать? Ну, просто задали вопрос, и молчат. Пускай там, где люди живут, пусть поспрашивают, посмотрят, поищут. И чтобы работа какая-то была, не просто вот пятница, суббота, воскресенье, пришел, послушал и отошел. Я же вопрос задаю, кто скажет? Найдите таких и спросите, а почему вы не занимаетесь только проповедью, как Павел-то? На кого будете нападать? На блаженного фафилакта? То есть как-то маленько, хотя бы они задумались-то. Это описано-то не для красного словца-то, для того, чтобы они такими не были. С них спрос будет за единую овечку, а их миллионы гибнет сегодня. Нам еще все равно, где священники будут, архиереи. Ну, подойди и спроси, почему проповедью-то не занимаетесь? То, что они делают, там это любой может сделать. Самый косоязычный. А на проповедью-то надо что-то иметь, как Златоуз говорит, чтобы обратить какую-то душу, нужно тысячи талантов. То есть они не заботятся об этом. Мы должны это видеть, они должны сказать, не занимаемся. Вот тогда будет понятно, чтобы он сам себе приговор вынес сегодня. И тогда он тронется, начнет что-то делать. Вот и все, отошел. Я можно немножко скажу? Да, Сергей, вот. Ситуация такая. Как бы, вы понимаете, службы нужны? Нужны. И отпевание, и венчание, и все, это нужно. Но как поступили апостолы в свое время? При раздавании хлебов. Они поставили на это дьяконов. Не просто людей, а людей, исполненных Духом, Святаго и Верой. Так же и сейчас. Ну, хорошо, есть у нас пресвитер для совершения, раздаяния тела Христова. Ну, для совершения Таинцевой Тургии. Тогда епископы должны заниматься, кроме рукоположения, еще и проповедью. А епископ у нас небожитель. Он вообще отстранен от этой жизни. Он создан только для того, чтобы шикарно себя чувствовать. Вот так. Ходить в красивых одежах, принимать от всех похвалы, нагуливать жир, и все. То есть проповеди... А если проповедь, то Боже упаси, лучше бы молчал бы, если он начнет говорить. Вот какая ситуация-то. Поэтому есть подмена, есть искажения, конечно. Но нужно это делать и того не оставлять. Вот в чем дело. А от епископов идет... Кому это верено, Слово Божие? Как говорится, должно быть в почтении пресвитера, особенно те, которые пекутся, трудятся в Слове Божьем. А у нас все пресвитеры, получается, очень за большим исключением есть. Но очень за большим исключением, которые трудятся в Слове Божьем. Остальные все требоисполнители. Вот такая ситуация. За что-то? Спасибо. Микрофончик, выключите. Ага, сейчас. Слышно меня? Да, слышно. Выключайте. А сейчас выключу. А почему меня отрубают постоянно? Потому что у вас шумы, я вас вырубаю. Я вас прошу, выключите. Ага. Вы можете только... Извините. Ничего, ничего. Ну, и еще вернуться, что в первую очередь так все-таки должна быть проповедь, а остальное на втором месте. А сейчас на первом месте поставили вот эти вот требы. Требы нужны, я не говорю, что они не нужны. Но они нужны. Если нет проповеди, зачем? Тогда будет отпевание, крещение и венчание мертвецов. И сначала нужно воскресить Слово Божие. Тогда они будут к месту. А если проповеди нет, то все это и подмена. Я вот про что говорю. Будет проповедь, все это к месту будет. Да ты, я сказал, что подмена. Только как было-то? Апостолы поставили, чтобы не мешало проповеди, чтобы не самим раздавать. И чтобы не совершать сами требы, для этого есть попы, священники, а сами должны заниматься Словом Божиим. А они что? Ну, где сейчас епископов видно, что это самое? Епископ это не божитель. Это далеко он от народа. И пресвитеров таких мало, чтобы ставили специально для проповеди. Мы одно и то же говорим практически, но разными словами. Так, первое послание к Кориффинам, 9 глава 6 стих. Или один я и Варнавы не имеем власти не работать? Толкованием. То есть, уже ли мы не имеем власти жить без работы и содержаться за счет своих учеников, не работая? Не умолчал и о Варнаве, который, как ему было известно, был так же точен в этом отношении, ибо он жил своей работой. Вот. Но насчет работы здесь наши священники этим правом пользуются. для работающих священников встречаем очень редко. Первое послание к Кориффинам, 9 глава 7 стих. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада?» Толкование. Ибо все воины пользуются содержанием от общества. Лично поставил на первом месте служение воина, ибо оно имеет сходство со служением апостольским по соединенным с ним опасностям и по борьбе с мысленными врагами. Этим примером указал на трудность, множество бедствий и забот. Впрочем, не сказал «не употребляет весь плод, но не ест плодов». Не сказал также «кто не обогащается от плода, но не ест». Так повсюду убеждает искать необходимого, а не излишнего. Не сказал «продает овец или съедает их, или все молоко, но молока, показывая нам этим, что учитель должен довольствоваться малым вознаграждением и необходимым содержанием. именем пастыря указывает на то, что учитель должен иметь большое попечение». Вопросы? у меня есть немножко дополнения, чуть-чуть. Вот как бы до революции… Можно, да, Сереж? А, можно. До революции наши пастыри пользовались очень хорошо вот этими привилегиями, которые говорил апостол Павел. И чем закончится? Кто пася стадо не ест от молока? И за то, что они не пасли стадо, а только ели молоко, вот как бы скажем так, закончилась страшная революция. Такой революцией, когда против человеческого естества было сделано так, что те, которые пасут стадо, не могли есть молока. Если они, например, в колхозе пасут стадо, и есть коровы, есть какое-то молоко, и они выпьют, это считалось воровство, за это сразу лагеря. Вот до чего привели пастыри, пастыри-начальники, которые извратили, извратили то, что должны делать, пасти стадо, а они только кормились от стада. И Господь отнял все и показал, что бывает потом со всеми, со всем народом, который идет за такими пастыри. Закончил. Спасибо. Самое ужасное это то, что уроков не извлекли. И сегодня пасущих соловей хорест истинно пасущих по пальцам пересчитать просто это заводить. И овцы то сами привыкли к такой вот денежно-товарным отношениям с Богом. Пришел, грехи сдал, речки купил, поставил и дальше. Вот еще беда-то. Виноваты конечно в этом пастыре, но и овцы, как подойди к священнику, то скажи, батюшка, ну что же занятий-то нет, что же нас не пасет, тому я голодаю уже, безусловно. еще вопросы. Я вот тоже был вознеравид, ну как бы у меня мама ходит в храм в московской патриархии и у меня желание такое, у них были, вели занятия, а потом прекратились. Вот. Я вроде как мам, ну давай там как-то что-то, а я вижу, ей не надо на духу это ничего. И я, что я буду предлагать себя учителя, когда им овцам это не надо, если бы они бы искали, они бы батюшку уговорили, а батюшка бросил занятия, а овцам не надо, им главное, что, сегодня занятие, я в храм пошла, я говорю, ну что ты в храм пошла, ну там вот ни проповеди, ничего, а сюда через дорогу перейти к сыну на занятия не пойдет. И поэтому вот тут ситуация очень трескорная, сложная, и хочется вроде и помочь, я бы с удовольствием и занятием бы там, но насильно мир не будешь, и поэтому скажем бы мне даже к ихнему священнику отношения хорошие, он потеряет у нас было, мы с нашим отцом Иакимом к нему с горами приходили еще, а вот какая-то преграда стоит, что, что, и тоже одно время вроде как хотели на объединение то вот Игнать Тихоныча пригласить, чтобы он там с семинаристами, с ихними там, и все заглохло, понимаете, и как потом Господь, поскольку почему не воспользовались по этим, потом будут покрупиться, может быть, собирать вот эти вот ролики в интернете. Нет желания у овец у самих-то, вот еще где-то. Вот сегодня тоже мы на Евангелие раздавали, женщина звонит, я по занятию, по изучению Библии, а где занятия проходят? Я ей говорю, в Октябрьский район, ну, свой адрес называют. Ой, далеко ехать. Я говорю, да люди из Белоруссии подключаются, далеко ехать. Ну, что, все, царица Савская ходила, как вот, не она любует, такую дать прошла, мудрость Соломонов послушать. отбили желание в Октябрьский район, все, говорю, под Миро, заменили, что люди верят, что достаточно раз в год прийти, в прорубь плюхнуться, свечку купить и все на этом. Мира, как Смирнов говорит, бесовская, не евангельская. Жить, грешить и не болеть. Чтоб не болеть, есть святые источники, святые места. Приложился, все, исцелился, педа. Но, надо сказать, что кое-какие, кое-какие есть сдвиги. Вопросов нет пока? Идем дальше. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Восьмой стих. Не то же ли говорит и закон поколения? То есть, разве я только человеческими примерами подтверждаю это, а свидетельства из Писания не имею? я могу доказать, что это и Богу угодно. Это же повелевает и закон, который не от людей, но от Бога. И девятый стих. Девятая глава, первая конечная. Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у вала молотящего, а валах ли печется Бог?» Толкование с избытком подтверждает желаемый предмет, почему приводит в пример и валов. Что же? Уже ли не печется? Печется, но не так, чтобы давать законы о них. Поэтому заботливостью о бессловесных внушал нечто иное. Именно приучал иудеев заботливости об учителях. Отсюда же узнаем, что все, что не говорится в Ветхом Завете о бессловесных, то служит к назиданию людей. Кто может рассказать, что это был за закон о валах? молотящих. Есть желающие поделиться? Игнар Тихонович, тогда Вы напомните, пожалуйста, слушайте. Когда молотили, молотили так, они специально там как катки запрягали валов. Ну, чтобы от них ничего не падало, вешали мешок сзади и спереди. Сзади, чтобы не запачкать. кто знает, раньше по городу ездили на конях, у каждого коня сзади у них стояло, чтобы ничего не оставалось. Это и понятно. Но у вала не заграждай. А они стали жадничать. Я читал про одного где-то в Молдавии, там помещик, когда виноград убирать много было, девушки убирали-то. так он что придумал, чтобы они не ели виноград-то, женщина-то она прожорливая, чем мужчина, чтобы они пели. Пели, а когда поет, то ясно дело, что как она, ей жевать надо виноград, даже такое есть. Вот у вала молотящего вся гони скотину не давай, а который молотит, Писание говорит, не заграждай, речь сойдет не о вале. А почему священники не заботятся, он не молотит. Зерна-то нету, одна Мекина летит. Тут когда глубже ты начинаешь глядеть и понимаешь, и революция была к месту, и Ленин вовремя вылупился, и Гитлер вовремя пришел. Вот все на месте, на выход Аносар пришел, Александр Невский, Александр Македонский, Наполеон, все у Бога есть. Мы считаем книга судей. Грешили, в плен пошли, плакали, опять 85 лет у них покой. Опять восстает Гедеон или Евфай начинает трясти. Так что и сегодня все эти Майданы, все это Сирии, оно тоже что-то нам говорит. Все, пока. Первое корейство 9 глава 10. Простите, это Роман. А вот по поводу не заслоняй рта Валам Тящера. Роман, мое мнение, что некоторое оправдание людям, которые что-то взяли с работы, так скажем. Там бухгалтер бумажку какую-то себе для пользования домой взял. То есть для своего личного. То есть вот такое мнение. Как оно по слову Божьему? Роман, никак это не подходит. Это воровство. Одна учительница спрашивала детей, где работают родители. Многие не могли ответить. Она спрашивала, а когда папа с работы приходит, что он приносит-то? Один говорит, там какие-то гайки, другой еще что. Один мальчик ничего не мог сказать. Она до того удивилась, ну хоть что-то он приносит, она говорит, ничего не приносит. Она поняла, наконец-то нашелся один человек. Но проходит неделя, он радостно приходит, папа принес, а что он принес? Говорит, твердая такая бумага. Оказалось, в чертежном работе цехи, чертежник, там нечего утащить-то. Решину он не возьмет, стол не утащит. Ну вот случай-то подвернулся, он эти ронщики закатал, да и принес домой. Это наша страна, вор на воре, говорит, гора на горе, как Расул Гамзатов пишет. И поэтому речь идет молотящие, то есть трудящиеся, о них говорит Господь, а не о ворах. Павел-то говорит, которые пшеницу молотят, а не учителя, которые в школе глупостями занимают, отравляют детей, заразой там разными, Дарвина, да все преподают. Молотящий хлеб, то есть Слово Божие проповедующее, они достойны сугубой награды, то есть двойной. Ты заботься о них. Вот как дело отошел. Вопрос тогда, то есть получается, если человек работает действительно, то он как? Никак, с работы утащил, посадить его и все на этом в гулаг его, как при Сталине было. Ты работаешь, тебе плату платят, а он-то проповедует, а ничего никто ему не платит-то. Нигде? Вот я просто в вагонах, в самолетах проповедовал ни день, ни два, 54 года, и только один раз одна женщина подошла, молодая, и я проповедую, держу в руках Библию, она мне заложила там пятерку или сколько, и говорит, помолись, чтобы Хрущев сдох. Я говорю, ничего себе, правительный, чтобы Бог убрал. все получают там, где работают, а священник это ниоткуда просто обязан. Ну, битьёх мы там взяли? Нет, конечно, и не где-то, а прямо в Кремле какая-то там церковь такая важная, и я там прямо из церкви народ выходит, а я начал проповедовать, и весь народ остановился, и главное, ни один батюшка не вышел, то ли он там застрял, или что? Народ-то жаждет. Вот я начну говорить, ты даже не поверишь. Я сейчас объявлю, скажу, поищите человека, который проповедовал в храме Василия Блаженного. Ну, вы не найдёте. Почему? Это музейное было, редко открывали, и мне пришлось там проповедовать в Третьяковке, в Эрмитаже, ну, где бы ни пришёл и народ в Исаакиевском соборе, там группами люди ходят, начали проповедовать, сбилися, никто не выходит, билеты продают, а зайти никто не может, вообрази в Исаакиевский забор, а там в течение часа столько набилось. Ну, начинайте говорить, ну, говорите же народу-то, а из-за чего? Да повод даст Господь. Там в Исаакиевском соборе написано, поднимите врата вверхи ваши, войдёт царь слава. Я подошёл, а там групп 5 ходят по углам, там смотрят, что, а молодая, которая гид-то и говорит, это на Пасху, священник одевается, как царь. Красиво так говорит, а я стою около неё, говорю, да нет, это не так, не так, а как? Я говорю, Христос, когда одержал победу и пленных из ада выводит, его, такой рост его, а он ни перед кем не кланяется, что верх ворот не вмещает его, на перекладину головой заденет, и говорится, поднимите врата, вверхи ваши, и войдёт царь слава, с победой идёт. Она мне, вот это чудо Божье, она говорит, ну тогда вы и говорите, а нам это не преподавали. И дальше начал говорить, в течение часа весь народ собрался, и ни один, даже вообще никто не выходит. Стали просить, выйди маленько к выходу, чтобы людей-то вытащить-то, билеты-то продают, а зайти нельзя. Как селёдка стоят в храме, не в каком-то Исаакиевском соборе. Да там за всё существование так набито не было. Почему? Живое слово, живые люди. А я так тут, у меня вообще образования никакого нету. Просто любовь о Христе, а там надписи какие. Начинай говорить, любую икону бери. Я просто делюсь опытом, не умирайте, некоторые начнут, вот вы себя говорите, просто Бог сделал это, я ничего не знаю. Ну вы знаете, Третьяковка, и там один зал иконы. Я начал одну икону объяснять, а икона обыкновенная, что означает там синее, какое событие изображено. Не прошло 20 минут, проход полностью забит, и это большая комната, где одни иконы были. Милицию вызвали, милиция не может пройти. Жажда в народе необыкновенная. Да как же можно молчать-то, как надо не любить народ, чтобы не сказать ничего. Ведь вот о чём речь, для чего я комментарии-то эти дал. И все только для того, чтобы пробудить, чтобы перестали грешить. Я не знал, что у нас епископ был, епископ 13 лет, ну и теперь он на покое. И то, что летом обо мне характеристику дал мне, местный алтайский, митрополит Сергеев. И это он теперь обсуждает, и говорит, ну а вы-то что скажете? А он, и он и говорит, на Игнатия-то почему нет? Потому что он нас, архиереев, трогает, и нашим носом, в наше же ГНО, так, чёрточку поставил, тыщет носом и правильно делает. Я другого-то ничего не говорю, и Андрей Кураев это видит. Никакого у меня учения нету. Ну, воспользуйся обстановкой, какую Бог дал тебе. Вот пример по телевке. Мы сидим с одним во дворе, ну почему ты никогда на благовестие ездишь? А кому говорить? Да Бог же даст, только проговорили. А сидим во дворе у него. Идут три женщины. Я сразу встал, подошёл к ним. Я плохо слышу, я не слышу, и что они просят-то, говорят, а где ты прилично? Я начал им говорить о Христе. Оказывается, они скотину переписывают, петухов. Какой-то куриный гриб вроде придумали. И когда я им всё это рассказал, они даже про работу свою забыли. А потом я им говорю, вот, Миша, смотри, ты говорил, где? Мы сидим, только заговорили, Бог сразу показал. Никогда их не было. Первый раз приехали из района. Сразу же, вот тебе коллектив. Ты только пожелай. Сделай один шаг навстречу Господа, и он побежит тебе навстречу, как блудному сыну. Отец побежал и пал на шею. Просто нет этого ничего. Нету. Нету любви. Вот главная причина-то. Знание-то Бог даёт Духом Святым. Вот и всё. Ещё вопрос есть? Ну, я немножко вернулся к вопросу Романа. То есть, не заграждая рта вала молотящего, это сказано не к тому, чтобы с работы это тащили, а к тому, чтобы сарплату платили достойно требующим. Зарплату не давали. То есть, мол молотит, ну понятно, ну и решил там поесть. А он жадный. Он не то, что там работник, он в вала ему жалко, даже зернышко-то. Если на заводе то зарплату не платят, а они начинают воровать. Только это не повод для того, что у тебя маленькая зарплата, чтобы воровать. Вала молотящего уведет с фермы. Он и вала молотящего с фермы уведет. Описано, кто крал, пред не кради, а трудись своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. А у вас что уделять? Самого будем там с завода нахапать еще побольше. где он будет убирать? И видишь, и дьявол как делает. И вместо он священного писания покрывается. Бог вроде разрешил воровать. А раз он за вала заступается, так его там молотят, он работает. Под три ручья бежит. А ему там пожрать не дают бедному. Или, конечно, для нас говорится, десятый стих. Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое, ожидаемое зарплату, а не воруемое. Тушенку делай. Потребил слово конечно, как о предмете общепризнанным, чтобы не дать слушателю повода возразить что-нибудь. То есть, учитель должен возделывать неусердец и трудиться с надеждой на воздаяние и вознаграждение. Отсения пришел к молодьбе, чтобы и этим выразить как много трудов у апостолов, ибо и они пашут и молотят. Поскольку же пашущий только надеется, а молотящий отчасти уже и наслаждается, то сказал, что молотящий получает ожидаемое им. А дабы кто-нибудь не сказал, что же за стой великий труды апостолов ты полагаешь им вознаграждение в том только, чтобы получать пропитание, прибавил, с надеждой, то есть будущих благ. Так что должно надеяться и тех благ, да сверх того и есть и пить за счет учеников. Первое послание к коринцам, девятая глава 11 стих. Если мы, апостолы, посеяли в вас ученики духовное, велико и то, если пожнем у вас телесное торгование. Здесь доказывает правоту дела. Вы, воздаете неравное тому, что вы приняли. Ибо мы посеяли вас духовное, а вы воздаете нам телесное велико ли это? И комментарий Игнатия Ильича Лапкина на слова посеяли вы вас. Небольшой комментарий. Сегодня в храмах под видом духовного сеется привычка к обряду верю, к набожности, к посещаемости храма. духовным называется то, что согласуется со словом Божьим, что возвышает душу ко Христу по слову Его. Вот она и под видом, вот она и подмена. Действительно так, винин не извинешь. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 12 Отвести. Если другие имеют у вас власть, не пачили мы, однако мы не пользовались всей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. От ковани. Здесь намекает на некоторых лжеучителей, которые брали с них без стыда и самовольно. Посему не сказал, если иные берут, но имеют у вас власть, то есть господствуют, владычествуют над вами, распоряжаются вами, как рабами. Не тем ли более имеем право мы, истинные апостолы? Хотя мы имеем власть, есть и пить за ваш счет, однако мы не пользовались этой властью, дабы вы не соблазнялись, а вы не воздерживаетесь и от идоложертвенного, чтобы через это не соблазнить слабейших из братьев. Да вы кто не сказал, ты не имел нужды, потому и не брал, говорит. Хотя мы находимся в большом стеснении, однако все переносим, и голод, и жажду, и какой-либо преграды, то есть какого-либо замедления для Евангелия и проповеди. Вопросы есть? У меня вопрос вообще-то. Вот мы на протяжении самого начала в 40 минут говорим об одном и том же. Неужели непонятно, что тогда не было храма такого, как сейчас есть? И службы такой не было, и нарядов таких не было, золотом расшитых этих одежд. И шла евангельская проповедь. Это так, как у баптистов. Проповедник открывает Библию, читает стихи и начинает говорить. 20 минут он говорил, хор поет, проповедует, призывает. Потом, чтобы вдохновили всех хором пела вся община. И опять выходит проповедник, читает Библию, говорит проповедь. И три проповедника, и два часа закончилось, и все отлично. Ну, а сейчас другая служба совсем. И как этого батюшку почему он не говорит? Да ему некогда говорить. Вот он первую череду отбыл, потом вторая у него еще, а потом нужно или молебен, или отпевать, или венчать, или что-то еще, они там делятся между собой. Я с отцом Дмитрием был, когда у него в Москве и помогал ему, возил его по этим всем делам. Так мы сколько ездили еще вечером, он говорит, Миша, поехали туда, вот поехали туда, значит, там нужно что-то там. Михаил Гордеев, пожалуйста, вопрос или потопление? Я говорю о том, что как мы говорим, вроде как осуждаем теперешних священников в храме. В храме священники. Ну, некогда им говорить это. Вы оправдываете, да? Я оправдываю их, потому что все от патриарха, от митрополитов, от ефистов. Служба по-другому идет. Вот чем делать-то. Они не могут говорить проповедь. Ну, почему же наш отец Аким говорит? Ну, не по-русски говорят, и все, и вот вся служба не по-русски. Ну, и все. После Михаила я скажу, ладно? Да, пожалуйста, говорите. Тут что говорить-то? Ну, совсем другое состояние церкви. Храм вот это служение, оно. Ну, и никакой проповеди, естественно, нет. И есть, ну, очень редко, батюшка в конце службы выйдет со крестом и там, ну, две минуты три, значит, скажет там что-то. Вот какой праздник сегодня, вот это, вот это. Вот это понятно, да. Ну, теперь можно я чуть-чуть скажу, вот это будет. Так что, я думаю, они не виноваты в этом, а сверху зависит от патриарха. Дело в том, что я об этом уже говорил до того. Точно эти же слова сказал, но дело не в том. Я скажу больше, дядь Миш, апостолы, они даже священописания такого не имели, они говорили просто от уст в уста, не как нынешние баптисты, а просто на память говорили, по священному писанию. Они даже в руках не имели священного писания, это во-первых. Ну, ладно. А то, что мы же не говорим, что священники. Это система такая, система, которая разучила даже священников говорить, он бы даже если хотел, это значит из 51 может что-то сказать по Библии. А остальные все только что-то около да около да с учением человеческим мучат. Вот в чем беда, это раз. А, конечно, после такой службы-то не только священник, там после этой службы и прихожане слушать не могут. Они устали все. Вот в чем дело. И епископ должен этим заниматься. Проповедовать-то должен был епископ смотреть, какого священника ставить на проповедь, а какого для служения, и какое служение нужно, такое ли длинное. Ну, вот и все. Там на две секунды разговор. Я закончил. Вот в Потеряевке отец Иоаким, он священник, он ведет службу свою, а Игнатий Тихонович по два раза выходил там, выступал и говорил проповедь. Вот в чем дело-то. Ну, где так вот, чтобы один священник в храме вел службу, а второй выходил и проповедь читал. Там же, сейчас Игнатий Тихонович не проповедует, а отец Иоаким проповедует. Идет длинное бакослушение, а потом отец Иоаким говорит проповедь не две-три минуты, а минут десять-пятнадцать. Послушайте. Потом еще остаемся на занятии, еще на полтора часа. Братья. Вот сил хватает. надо в полтора часа вкладываться, а там уже в Потеряевке больше времени брали. Вот смотрите, а у нас, вот, например, за Всеночным вместо псалма и вместо псалмов читаются там кофизмы, кофизмы и апостеларий. Настоятель вместо этого заставлял читать проповедь все. Выходили чтецы от Николая Ярушевича или еще кого-нибудь и читали какую-нибудь проповедь в празднику или что. Вот вот так, вот такая система тоже хорошая. или на литургии на запричастном стихе. Пока священники причащаются, выходит чтец и читает. Ну и такая практика есть. Но это не везде ведь. Не везде. Вот в чем дело. Я сам этим занимался, когда читал в церкви. Только правильно надо распределить. Ну и тоже здесь талант священника. Да. Первое послание Коринфянам 9 глава 13 стих. Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Толкование. Не удовольствовавшись выше приведенным примером, приводит другое место из закона, чтобы доказать, что имел право братья тучеников. Так как заповедь о Валах объяснена была им в переносном смысле, то говорит, что закон буквально повелевает, что священно действующие питались от святилища, то есть левиты, которые по степени своей ниже священников. И не сказал питаются от приносящих, но от святилища, дабы не принимающие не стыдились, как питающиеся от людей, не дающие не превозносились. То есть священники и архиереи. словом присидящие указывает на постоянное служение и пребывание. И не сказал, что они берут священное, указывая на умеренность и на то, что не должно собирать деньги. Не сказал также, что они берут с приносящих жертвы, но берут долю от жертвенника. И во что было принесено, то принадлежало не принесшим, но храму и жертвеннику. Сказал берут долю, потому что кровь, закалаемая в жертву, была проливаема на жертвенник. Жир был сжигаем, а остальные некоторые части мяса, как то грудь, правое плечо, некоторые внутренности священник брал себе. книга Левит, 10-14. Но жертвы, все сожжения принадлежали одному только жертвеннику. В этом читаем книги Левит, 9-я глава, 12-й, 14-й стих. Вопросы? Вот у меня вопрос. Говорится, что жертвенник это вроде как какое-то одушевленное что-то нечто одушевленное, которое берет жертвы, жертвенник. Не Богу главное жертву, а жертвеннику. И берут долю от жертвенника. Кто может пояснить? Прям храму и жертвеннику приносят. не Богу, а жертвеннику толковат и не говорим. Зачем храму жертву? Жертву же мы Богу приносят. И жертвеннику как передаточное двино. Кто может объяснить? Почему именно так? Служащие жертвеннику. Я не понимаю как. Служить Богу непонятно. Слово там а жертвеннику как бы немножко такое недопонимание. Так жертвеннику это и есть Богу служат? Какая разница? Жертвенник то Божий. Бог повелел. Жертвенник поставили жертвеннику и служат правильно. А служба идет Богу. Все сожжения то Господу приносят или там с жертвы то на жертву. Жертвенник он Божий. Просхранник. Божий жертвенник Божий это все само собой понятно как бы. Кто-то милая царь. Да. Ну понятно теперь само собой согласен. Игнать Третья книга царств открой 13 2 вот где ответ И принес к жертвеннику слово Господне и сказал жертвенник жертвенник так говорит Господь вот родится сын дому Давидому имя ему Иосия и принесет на тебе в жертву священников высот совершающих на тебе курение и человеческие кости сожжет на тебе ну к кому он обращается к жертвеннику к жертвеннику к жертвеннику а жертвенник говорит то что на нем жертва жертва вот агнец Божий берет на себе грех мира Евангелие Теан 1 29 а жертвенником является то куда кладется жертва куда положили Христа на крест и поэтому мы молимся и как к Христу обращаемся святой животворящий крест вот почему да воскреснет Бог и расточатся врази его и добежат от леса его ненавидящие его як исчезает дым да исчезнут молитва прямо ко Кресту а почему да потому что в другом месте Колосиным Павел говорит и спасены кровью Креста не Христа Креста да у Креста то деревянный нет никакой крови объединяются неразрывно и так изображается на Кресте Висящий Христос и когда обращается к жертвеннику имеется ввиду и жертва поэтому Господь об этом говорит что больше жертвенник или жертва храм или живущий в храме Бог вот сколько на одном стихе можно увидеть а в другом месте говорит перекладина перекладина обращается к ней надо эти места хорошо знать чтобы не ошибиться а в Новом Завете на него имеет ну перенос мы вот увидели что жертвенник это крест Христов животворящий вот так к нему и обращаются а люди на это только надеются все простите Игнат Тихонович а вы не помните место где говорится о перекладине сейчас не вспомните ладно давай дальше иди я посмотрю пока ага хорошо 1 калифинам 9 глава 14 стих так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования толкования сильнейшее всех прочих доказательства назвал в конце я Сергею позвольте Сергей Сергею Ильину отмечаю аввакуум 2.11 это редко спасибо большое да еще раз первое послание к арифинам 9 глава 14 стих так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования толкования сильнейшее всех прочих доказательства назвал в конце что говорит я представляю то одно то другое Господь так повелел дав закон согласный светхозаветным Лука 10.7 как выше сказал от святилища питаться так и здесь не от получаемых но от благовествования дабы питающие не превозносили не ты говорит питаешь его но дело его благовествование и сказал жить а не торговать не богатство собирать жить от благовествования и на эти слова жить от благовествования Игнарь Тихонович дает вновь свой комментарий сегодня от благовествования не живет наверное ни один православный пастырь ни в России ни за рубежом живут за исполнение треб за служение но только не от благовествования жить от благовествования означает что человек проповедует обращает души ко Христу и обратившиеся Лидии и Дионисии приглашают проповедника к себе в дом где он и питается только согласно этому критерию видно что сегодняшнее православие совершенно не евангельская вера не первоапостольская и пастырь не проповедующие благую весть о искуплении в крови Христа не достойны пропитания кто не согласен кто ну как а не согласны те которые в храме это нам же даже жить на что-то надо вот мы и торгуем мы же не волов продаем в храме свечки не голубей вот что будут делать требуют торговать там недавно мне слышали в Барнауле какой-то открылся православный супермаркет там отлада надо до рис все только нету там и все же какую-то книгу дарьевню четыре с половиной тысячи рублей человек потратил такого-то там ой Сергей слово да пожалуйста придется маленечко расширить это дело в том что когда мы говорим здесь сидящие дома это одно но когда это говорит человек который рядом с патриархом и пишет в одном из центральных патриарших журналов то это уже что-то значит и вот заголовок торговля церковными таинствами тире это и есть мерзость запустения на сайте журнала Фома в колонке главного редактора хорошего и уважаемого мною человека Владимира Романовича Легайды появилось интересное видео Владимир Легайда почему в церкви все за деньги для меня это тоже наболевшая тема видимо он отвечает поэтому еще возможно прокомментировать материал в Фоме комментарии редакции душа прекрасное выступление уважаемого Владимира Романовича Легайды это очень известный но кое с чем все-таки не соглашусь то есть то что не пролазит Христос это главное и говорить необходимо о главном с большой буквы и видеть необходимо главное с большой буквы но восхитательный знак есть то что смущает многих особенно только что вошедших в церковь людей в некоторых современных храмах да как в некоторых когда во всех вот тоже ну и видимо нельзя по другому сказать это реальная торговля церковными таинствами крещения венчания соборов и другими а не добровольное пожертвование на церковь всегда необходимо отделять добровольное пожертвование от кавычки примерного или рекомендуемого размера пожертвований кавычки закрыты то есть от ценников и торговли хотя и закоммульфлированные церковное таинство от церковной утвари нашел на чем торговать кто же поспорит с тем что церкви необходимо на что-то жить и действовать конечно необходимо и можно и нужно торговать например свечами иконами крестиками лампадным маслицем книгами да мало ли чем кто запрещает и здесь уместно сравнение уважаемого Владимира Романовича с католическими традициями электрическими свечами торгуют не уместно другое торговля таинствами он берет только одно торговля вообще запрещена это я говорю поэтому очень важно эту тему не передергивать часто критиканы торговых отношений ставят именно вопрос о торговле таинствами то есть благодатью Божией а не каким-то церковными атрибутами вот в чем вопрос ему задают вопрос это самая настоящая мерзость перед Богом мерзость запустения дальше ибо такая торговля таинства ведет к торговому отношению с Богом и значит к магии колдовству где есть магия там отсутствует благодать а отсутствие благодати это присутствие дьявола ибо святое место пустое не бывает это и есть мерзость запустения повторяет центральный журнал или гайда говорит которого патриарх говорит видит и знает именно это необходимо запретить категорически и запрещать служение тех кто торгует таинствами а не с мечами и другой утварью и когда с мечами и утварью нельзя даже в церковном дворе торговать он тоже не договаривает это канонно это есть кроме этого ведь не только торгуют но даже не объясняют что такое крещение совершенно не объясняют соборование не объясняют что венчание означает не говорят заплатил получи без всяких объяснений как здесь можно увидеть главное с большой буквы никак вот в чем суть например моей критики о недопустимости торговых отношений с Богом то есть с главным кого мы должны увидеть в церкви нет никаких оправданий торговлю благодатью Божией где и когда сам Христос и церковь определила что необходимо строить и содержать храмы где приходы епархии за счет торговли благодатью Божией нет такого нет я считаю не мое нет денег не строите храмы молиться можно где угодно но строить за счет торговли Духом Святым это уже какое-то полное извращение и внизу дается ценник ценник на фото закабульфированный под пожертвование но четкая определенная сумма это самое настоящее фарисейство заметьте как тускло мелко написано о пожертвованиях и как жирно и ярко указаны суммы и приходящие в храм обращают внимание не на заголовок а на конкретную указанную сумму слава богу это происходит и везде но грязь на всю церковь льется именно из-за этого считаем Евангелие от Марка это он же говорит 15 глава это видимо стих тут указан пришли в Иерусалим Иисус войдя в храм начал выгонять продающих и покупающих в храме и покупающих и столами на щеку и с камня продающих голубей опрокинул и 16 стих и не позволял чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь не торговал ни сумками на руке к причастию и учил их говоря не написано ли дом мой домом молитвы наречется для всех народов а вы сделали его вертепом разбойников считаем толкование блаженов эфилакта болгарского на тотрывах это все из журнала об изгнании Иисуса миновщиков повествует и Иоанн но он говорит об этом в начале Евангелия напротив сей Марк к концу поэтому надо бы надумать что это последнее изгнание было второе что и служит большему осуждению иудеев так как они не обратились несмотря на то что Господь неоднократно так поступал с ними храм называют он вертепом разбойников по причине корыстолюбия миновщиков ибо разбойнический род предан грабительству а как и продавцы в храме торговли жертвенными животными ради корысти торговали то и названы разбойниками миновщики занимались разменом денег обличителем их Господь представляет и пророка Исаию который говорит дом мой домом молитвы наречется Исаия 56 7 будем же молиться чтобы и нам не быть изгнанными из церкви ибо многие ходят и в нашу церковь для того чтобы продавать доброе и покупать худое есть и такие которые устроя и правят дела церковные имеют столы полный денег они все делают из корысти испровергается также и седалище продающих голубей то есть престолы архиереев вот до чего договорились престолы архиереев продающих духовные дары ибо голубь есть образ духа святаго да извергнет Господь такого святителя от святительства ибо проклят тот кто рукополагает за деньги равным образом продает голубя своего и тот кто продает дьяволу благодать и чистоту полученную в крещении зато он изгоняется вон из церкви покойный патриарх Алексей второй жестко критиковал подобное торгово-рыночное отношение в некоторых храмах я добавлю он пишет патриарх каких бандитов напринимали в церковь современные совсем не святые толкователи толкуют по другому по принципу я не я и лошадь не моя мол в этом отрывке совсем про другое якобы Христос выгонял только миновщиков и продавцов живности но тут уж кому какое толкование ближе к нам в редакцию частенько приходят сообщения и вопросы на эту тему к сожалению то что таинства не совершаются над человеком в некоторых храмах если человек их не желает оплачивать или у него нет средств для этого это неоспоримый факт и мало кто пойдет жаловаться выше просто уйдут и все но также является неоспоримым фактом что есть храмы где денег что никаких ценников нет торговли таинствами например в храмах где настоятельным является протеерей Дмитрий Смирнов в храме где я служу настоятель тоже не торгует таинствами и никаких примерных размеров пожертвований тоже нет поэтому прав Владимир Романович если что обсуждать а думать несомненно необходимо о главном о Боге о спасении души о добром и прекрасном о любви отошел Господь просит Христос пожалуйста вопросы можете задавать не по теме сейчас прошел у кого есть вопросы ну вот питаться от престола это есть наверное без ценников да и священник должен питаться не от престолов от благовествования каких престолов я слышал священник должен питаться от престола сама не понимаю что это где вы слово престол то взяли мы читали только что первое послание коринфянам 9 глава 14 стих у вас перед собой библия то так и господь повелел проповедующим евангелие жить от благовествования где тут про престолы я добавлю немножко сергей павлович что практика показывает что слова христа верные это не год не два 54 года я проповедую и ни разу нигде не было чтобы человек не постарался тебе помочь ну и как я дед ты знаешь мы идем по деревне мужик подождите а дождь идет он выносит новый костюм на меня но оденьте пожалуйста вы такое нам принесли да я последний отдам но как ты на это больше реагирует я для себя взял правило если мне в карман положили пятерку я найду ее отдать кому-то 7 рублей а не 5 я как огня боялся всю жизнь когда в карман стоит почему я на работе работаю а если священник только этим занят это это его добыча законная ни разу нигде не было чтобы я лег спать голодный бабушки там что-то принесут на пирожок то народ православный очень добрый жертвенный некоторые дают тут голоду умрешь не умрешь и семью прокормят я свидетельствую полувековым образом это скажу такие добрые у адвентистов седьмого дня и у баптистов все где верят в бога где бы мы не ездили где не проповедовали люди везде приглашают вот только мы приехали ну пример маленький только мы доехали но бог так делать лиссабон это португалия атлантика только я захожу в храм с обратной маленькой стороны выходит видно и подъехал а кто вы будете я говорю мы из барнаула я игнатий лапкин лапкин оказывается там два года назад отец геннадий фас был и все рассказал как он пришел он мигом туда уже за пивку несет проспору меня болтать туда затащил и тарелку берет православные люди откуда приехали и а я проповедь начал говорить там сходу и пока я говорил они на тарелку уже наложили евро свои просить не надо даже не надо народ любит бога я не они ценят вот я без слез говорить нельзя даже я это все переживаю каждый раз и сам знаешь у нас как в общине все сестры приносят на обед вот так всех призываю к проповеди благовестию так надежда вы получили ответ на свой вопрос или нет я слышал одному один старец говорил священник должен писаться от престола сама не знаю как это но от благовестия сейчас поняла вот слышал звон не знаешь где он только где-то сказал все вот раз если же еще добавлю вот мы внезапно нахлынули когда дорогу переклыла обвал в грузии то мы только приехали в эту в тбилиси ну вот когда ездили на благовестия это и литургия идет священник сразу выставляет меня на проповедь а мы прямо туда сразу уезжаем и откуда народ что тащит сумками этот лаваш свой сыр молоко чего только нету я потом спрашиваю отец на ум он у меня в доме пришел богу еврей православный батюшка я говорю народ то ведь не за что мы приедем не знали где они это все взять успели то мы вышли в машину садимся они машину окружили и толкают и толкают где где они могли взять то это сумки целая это не просто кусочек кармане то вот секрет он понятия не имею с неба получили вот как бог делает не про что просить то даже в уме не было просить у нас свое есть но что они дали это 10 раз вкуснее нашего дорожного так что верьте в это что православные добрые люди и за благовестие тебя накормят истина так первое послание к арифинам 9 глава 15 стих но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того чтобы так было для меня ибо для меня лучше умереть нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою толкование то есть я не воспользовался ни одним из вышеупомянутых примеров верхозаветных ни повелением христовым чтобы есть и пить ваше дабы кто не сказал ему что же если ты не пользовался до сели то хочешь пользоваться на последующее время почему и говоришь это спешит исправить такое мнение говоря я написал сие не для того чтобы так было для меня то есть чтобы не брать от вас я говорит лучше соглашусь умереть от голода нежели допущу чтобы кто-нибудь уничтожил похвалу мою то есть объявил ее суетной и пустой сказал похвалу дабы показать избыток своей радости иной может быть сказал бы он действительно не брал но делал это со скорби и болью но он говорит я настолько далек от печали что даже и хвалюсь этим первое послание коринфянам 9 глава 16 стих ибо если я благовествую то нечем мне хвалиться потому что это необходимая обязанность моя и горе мне если не благовествую алковане что ты говоришь а хвала для тебя не в благовествовании а безмозвездной проповеди уже не последняя лучше первого нет говорит но благовествовать заповедано мне это моя обязанность если я исполню ее том нет никакого совершенства но если не исполняю ее горе мне ибо много буду бить как не творящий воли своего владыки лука 12 47 проповедовать же безвозмездно дело свободного произволения и потому дело похвальное слова необходимая моя обязанность сказаны не для отнятия свободного изволения но для отличия от свободы брать и по страху наказания за не исполнения долга и комментарий на слова благовествовать заповедано мне комментарий гнязь тихон чалаткина небольшой христос заповедовал благовествовать благовествовать не только апостолу павлу но и всем своим ученикам послание к евреям 13 глава 8 стих иисус христос вчера и сегодня и во веки тот же неужели христос изменился почему сегодня никто не говорит благовествовать заповедано мне или не того христу стали служить вот это вопрос на который нужно ответить сергей можно чуть-чуть добавить можно я вчерашним нас с братом романом ехали в автобусе но и каждый день ездим то на работу кроме салата воскресенья но иногда просто сидишь минут 40 и лишь и просто там чуть-чуть а не видно читая слово кожа там еще что-то ну и как бы тоскливо что в течение дня то никому не проповедуешь вот а вчера ехали с братом усилий напротив мужчина женщина сидят они там о чем-то своем беседует я сижу молюсь роман там тоже свое что-то слушает вот ну думаю надо хоть визитку предложить хоть кому-то подай подам визитку предложил мужчине он сразу взял и даже удивился обычно то отказывается или там сперва мнутся вот и он такой женщине она отказалась а ягодь не верующая ягод бога не верю вот я и начал говорить как можно не верить все же везде свидетельствует даже само творение божий игру все что мы видим свистую что есть создатель как гри увидят здание мы можем отвергать что это кто-то строил вот потом она гитма у меня как бы вроде был если увижу то поверю а потом я и начал грузнать как в слове божьем сказал сказано сказал безумие сердце своим нет бога она такая горит но я не сказал что я совсем уж не верю просто я сам сомневаюсь ягодности ягод гности я первый раз слышал человека который сказал что я гности то есть гноем она покрыта но это и в конце беседа и она взяла визитку давайте гид с вами интересно было беседовать еще роман подключился давай тоже свои примеры приводить житейские там ну и слово божье тоже вместе вот так на пару с ним он то я говорю вот так господь дал в радости вчера почувствовать и началась можно еще это сергей задам вопрос и началась гностики кто они вот как что за учение раньше она была да какое-то учение то они от ума все умом что постигнут это моего они постигнут это и григорий низкий говорит люди верят только в то говорит что сами могут сотворить а сотворить то ничего не умеет поэтому ничему не верит гносис знание но я по-русски говорю это написано по-славянски говорит взявший рала не обрячься вспять то есть ну рала рала это плуг а наша мама то не знает считает я говорю мама а что рала она ответила правильно если пошел за христом урыл а то не вороти назад вот и все вопрос ну интересно рассказал безумец ой нет нет я я маленько верю то есть дурят они хотят выглядеть в глазах других так кто знает в покровском соборе все время молился слепой иванушка кто его знал иван андреевич велчатников он все время земными поклонами кланялся он на производстве видел видел он умер сегодня сегодня умер помолитесь за него а может чаром приходили туда в собор и вот он посередине кланялся и мокрая спина у него вся да это про этого говоришь ну он все время в покровском соборе ближе к выходу центральный был там не мокрая стена я у него печь сделал доставал книги по брайлю считать мы хорошо знакомы были с ним у него и она же была искушением смертельная он приехал где-то в почаевой лиги а там был очень известный такой как старец или как назвать иосиф и он его заметил а я встаю молюсь он подошел ко мне говорит прямо к одному мне и говорит хочешь быть зрящим а у него глаз вообще не было никак ямки одни я горит молчу а он и говорит но только знай если зрение получишь потеряешь веру я задумался на того же мне охота увидеть белый свет то я горит еще молчу и он молчит и потом я постоял маленько подумала сколько мне осталось то быть слепому нет говорит не отдам свет христов вот как бывает мог ли он действительно ему дать свет это уж я не знаю бог силен сделать это продолжим чтение первое послание коринфянам 9 глава 17 стих ибо если делаю это добровольно то буду иметь награду а если не добровольно то исполняю только веренное мне служение полкование если бы дело проповеди не было возложено на меня а совершал я оное сам от себя то я имел бы великую и многую награду если же оно возложено на меня очевидно я совершаю оное не сам по себе но делаю по воле владыки это значит не добровольно посему дело это не заслуживает чести ибо я исполняю только веренное мне служение примечаю следующее не сказал если делаю не добровольно то не буду иметь награды чтобы показать что он получит награду и за проповедь хотя всем случае поступает по воле владыки ибо несообразно было бы справа если бы все апостолы не получили награду за проповедание только не такую какую получит проповедующий безвозмездно давайте понятно по чем речь ну я думаю надо еще почитать один стих когда будет понятно 1 коринфянам 9 глава 18 стих за что же мне награда за то что проповедуя евангелие благовествую о христе безмезно не пользуясь моей властью благовествование толкованием то есть для меня больше и достохвальная награда в том чтобы не пользоваться мне властью брать не пользоваться совершенно ибо слово пользуясь которое в иных случаях означает злоупотребление употребил здесь значение пользования вообще взимание везде называют властью чтобы показать что и те которые брали нисколько не подрешали сказал благовествование чтобы показать что кто благовествует и трудиться тот должен брать а кто не делает тот не должен на эти слова еще один комментарий согласно этих слов толкование блаженного феофилахта сегодняшние священнослужители не проповедующие слово божие обречены на голодную смерть кто благовествует и трудится тот должен брать а кто не делает тот не должен и еще один стих 1 крифном 9 глава 19 стих ибо будучи свободен от всех я всем поработил себя дабы больше приобрести толкование говорит еще больше я не только не брал хотя имел власть но и будучи свободен не будучи никому подчинен без постороннего побуждения сам поработил себя всем ни одному и не двум но вселенной не для того чтобы угождать всем лестью но чтобы больше приобрести верующих ибо приобрести всех невозможно вопросов вопросов ну здесь внимание то есть на что хочется обратить сам поработился всем по всей вселенной не для того чтобы угождать всем лестью а сегодня лесть сплошная льстят 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 а вера то она не от лести а от правды порой горькой молимся господин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok